Почему Иисус сказал, не отлучайтесь от Иерусалима, носители атмосферы? Потому что Бог знал, что если они выйдут раньше времени, не домолившись определенное время, они будут поражены в Иерусалиме. Дорогие мои, мы не знаем, кто мы. И когда дети вырастут и поймут, кто их отец, разговор с дьяволом другой. Дьявол – побежденный элемент. Так почему же мы побеждены побежденным элементом? А потому что мы до сих пор не знаем, кто мы. Он прячет истину очень искусно. Не жить в этой атмосфере, а приносить атмосферу на эту землю. Царство Небесное очень просто. Вы знаете, что Израиль жил в Царстве Небесном? Бог сказал, зубы не сыпятся, здоровье не ветшает, обувь не изнашивается и одежда не рвется. Кто-то понимает, что Бог твой обеспечитель. Ты понимаешь, что такое Царство Божие на земле? Идет Бог, который наказал лесть Египта. Если ты приходишь и на тебя влияют другие факторы, то я тебе честно говорю, ты далеко от Бога. Ты не горишь окном Святого Духа. Мы должны понимать, какому Богу мы служим. Мы должны понимать, что мы носители элемента. Дух Святого мне объяснил, что я носитель атмосферы неба. И что входит в контакт со мной, не может остаться тем же самым. Я не говорю о Боге, когда мне просто вот интересно. Я говорю о Боге всегда, не потому что мне это нужно, а потому что я пропитан Богом. И нет, нет лимита. Ты будешь пропитан Богом настолько, что ты сиять Богом будешь. Все, чему ты будешь касаться, будет нечаянно меняться. Мы там еще не были, но это туда ведет Бог церковь свою. Иисус сказал, что церковь – это невеста моя. А это значит, подобное соединяется с подобным. А дайте вспомнить, кто такой Иисус. А Иисус не то, что делал величайшие вещи, живя на земле. Он сказал, моя невеста по моему уходу будет делать Бог. Нам нужно повиноваться Богу. Ты не прыгаешь, куда тебе хочется. У нас есть хозяин и Бог. Его зовут Христос, и мы подчиняем Своему волю. Мы не едем, куда хотим. Мы едем туда, куда Он высылает. Мы не просто меняем температуру. Мы являемся источником духовного движения там, где Бог поставит нас. Вы знаете, когда я увидел, когда я услышал, сомнения исчезли, сомнения тогда, когда я еще прошу, я в процессе, я пробую, я двигаюсь. Но когда я увидел Его картину, которую Он мне показал, я точно знаю, что это будет. Ты не должен сомневаться и бояться. Иди, и это так и будет. Потому что когда Бог посылает тебя, Он оснащает тебя. У тебя впереди еще очень серьезные битвы, чтобы отвоевать атмосферу. И только после этого церковь можно считать открытой, в атмосфере, когда в тебе Бог за тобой гоняться. Ты должен точно, без вопросов, без разговоров, без никаких... И я носитель атмосферы неба. Туда, куда Бог пошлет меня, все будет изменено. И не может быть «но» или «если» Бог послал тебя, сто процентов будет взрыв и реформация в том городе. Люди будут изменены, души будут приведены к Христу, и атмосфера в этом городе будет изменена. Просил Него, чтобы Он крестил тебя духом авторитетом. Чтобы Он крестил тебя элементом неба. И там, где бы ты ни находился, все, что будет пересекать твой порог, будет зажигаться огнем. Все, твоя доминация начинается с самого себя. Победил ли твой рожденный свыше дух твою плоть? Тебе нужно проводить с Ним во святом стопе много времени. Тебе нужно влюбиться в Него до тех пор, пока ничего в твоей жизни не имеет будет значения, и Бог будет пеплом в твоей жизни всегда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok